Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Дорогие, единомышленники, это я к вам подлизываюсь, потому что уже представляю, сколько будет комментариев, потому что тема горячая, даже она не горячая, а горючая. Тема наша сегодня – опилки. Очень много противоречивых существует мнений, использовать или не использовать, полезно или вредно категорически. Я вам расскажу, исходя из своих знаний и из своего опыта. А использовать или не использовать, решение будете принимать вы сами. Что такое опилки? У меня тут подготовлены такие замечательные опилочки, немножко разной фракции и разной степени разложения. Опилки – это древесина измельченная. А что такое древесина? Древесина – это, в первую очередь, целлюлоза, лигнин. И если в деревьях войны, в древесинах войная, то это смолы различные. Если лиственные породы, то это какие-то ароматические вещества. Ну и, конечно, основные элементы. Но если посмотреть, сколько целлюлозы содержится в древесине, то это порядок такой, в зависимости от породы, 30-50%, то вот этих основных элементов – десятые и сотые доли. То есть я вас подвожу к тому, что опилки – это не удобрение вот такое вот моментальное. Опилки мы знаем, какие мы преследуем цели. Это предотвращение испарения, это предотвращение смыва, эрозии на почве, особенно после зимы либо засушливые периоды. Это сохраняется температура в корневой зоне и так далее, и так далее. Но это я не буду распространяться, это вы и сами почитаете в интернете. Ну и что дальше происходит с древесиной после того, как дерево становится бревном? Вы замечали, в природе нету в лесу завалов, и растения различные растут, и леса, заполненные растительностью, которая под пологом леса. Это наводит на мысль о том, что, наверное, не так все страшно. И первое, с чем мы сталкиваемся, вернее, не мы сталкиваемся, а дерево спиленное, или опилки, с тем, что за их разложение приступают в первую очередь грибы. Но не все подряд грибы. А затем уже приступают различные микроорганизмы, бактерии и так далее, и так прочее. Может быть, не совсем приятный пример, но если у кого-то перхоть присутствует, и подойти к мешку с опилками и потрясти там, то, поверьте мне, ни с опилками, ни с вашей перхотью ничего с этим грибком перхотным не произойдет. Потому что есть специальные древоразрушающие грибы, которые занимаются этим делом. Но эту сторону разрушения – это для нас разрушение. А для древоразрушающих грибов – это процесс размножения, питания, энергии. Целлюлоза представляет из себя, в принципе, в конечном итоге – это та же глюкоза. В начальном этапе разрушения – это практически крахмал. То есть это такое полимерное соединение. Но химию мы не будем сильно углубляться. И вот пошел процесс разложения. И первый камень, с которым сталкиваются люди – это рожден такой миф о том, что раз грибы в процессе своей жизнедеятельности используют азот, значит, наши растения будут страдать от недостатка азота. Но люди забывают еще про то, что кроме азота, грибы, дерево разрушающие, если не половину таблицы Менделеева, то они еще используют, ну, по крайней мере, пятую часть так точно. Но это все уничтожено в малых количествах. К тому же хочу вам напомнить, что в воздухе, в атмосфере содержится 75% азота. А грибы поглощают все необходимые им питательные вещества в процессе своей жизнедеятельности. То есть они не просто лежат и ждут, когда к ним принесут азот. Они выделяют специальные ферменты, которые и разрушают древесину, целлюлозу, люгнин и другие вещества, которые содержатся в опилках в дереве. И поэтому они поглощают это все полностью всей своей поверхностью. Гифы мы, конечно, не видим, когда приступают грибы к работе, но микоризу мы можем с вами заметить. Замечено также учеными, проводились исследования, что в опытных площадках, на опытных площадках, почва, которая была покрыта опилками и которая находилась без опилок, то отклонения по азоту совершенно несущественные. Поэтому это не только мое мнение. И вот я вас подводила ко всему этому, что есть откуда грибу взять азот. Это научно подтвержденные сведения. Второй камень. Грибы в процессе своей жизнедеятельности создают кислую среду. Особенно опилки хвойных пород. Но они просто вот жуть как закисляют почву. Хочу вас заверить, что те предприятия, с которых нам удается раздобыть опилки, хвойные породы они используют не в чистом виде, не ради удовольствия они там спиливают деревья хвойные на лесопилке. Как правило, перед тем, как хвойные породы поступают в производство, то на делянках в лесу, в лесничествах, происходит их подсачивание. Потому что смола – это очень ценное вещество, которое используется в химической промышленности и так далее. Поэтому количество смол, которое содержится в опилках хвойных пород, оно тоже незначительное, хотя аромат у них очень приятный. Уже за это их можно полюбить. И грибы в процессе своей жизнедеятельности подкисляют почву. Да, большинство целлюлозоразрушающих грибов работают в кислой среде. Эта среда расположена в зоне pH 3-4 значения. Достаточно кислая. Но это то, что касается целлюлозоразрушающих грибов. Лигнин, разрушающий грибы, в процессе своей жизнедеятельности, в силу выделения всяких ферментов и всего прочего, создают среду слабокислую. Это уже порядок pH 4-6. То есть это примерно такой показатель, в котором и растут наши культурные растения, которые мы выращиваем на своих участках. Но есть еще более хитрые древоразрушающие грибы. Это те, которые приспосабливаются к кислотности того места, где они начинают свою работу. И настолько подстраиваются, что и создают такую кислотность, которая присуща на конкретном участке. То есть, видите, все очень хитро, все очень продумано. И снова же доказано исследованиями, что значения кислотности почвы изменяются совершенно несущественно. Ну вот, проводятся, как вот опыты проводятся, повторности-повторности, потом они складываются, обрабатываются статистически и получают коэффициент вариаций, который говорит о том, насколько достоверно это исследование. Так вот, этот коэффициент вариаций, он говорит о том, что несущественно и даже иногда недостоверно. Ну, это вы скажете, это все наука. Да, это наука. А что на практике? На практике опилки используют широко. И никто не заморачивается по поводу их кислотности. Извините за жаргон. Допустим, в Среднеазиатских республиках, даже в рамках государственных программ по повышению плодородия почв, по рекультивации почв, опилки входят в состав специальных таких смесей. Туда входит, кроме опилок, еще опилки там достигают в зависимости от закладки, в зависимости от того, какие породы, процент достигает 60 даже. Туда входит жмых от различных производств, солома. Ну, конечно, скажете вы, куриный помет, всякое будет расти в таком. Но, тем не менее, очень высокий процент опилок. Все это на специальных установках перемешивается. И такой субстрат вносится в почвы, которые малокультурные, малокультуренные и неплодородные. И даже в некоторых местах повышается, вернее, нивелируется кислотность и доводится до нормальной для определенных культур, в зависимости от биологии и культуры, которая выращивается в данной местности. Еще где опилки используются, промышленно используются, это, например, когда необходимо растение выращивать в контейнерах. Ну, в контейнерах это примерно так. Здесь у меня сидит кана, неспроста сидит, я к ней еще подберусь. И иногда закупки плодородного грунта представляют трудность, не только от того, что это дорого, а от того, что еще просто его в наличии нет. И поэтому составляются специальные смеси, также с участием опилок. И, во-первых, при транспортировке это легко облегчается. Ну, да, туда доводится немножко удобрение для того, чтобы растение, потому что это растение посажено, может быть, в течение года его и не купят, может, оно в этом контейнере будет стоять на питомнике несколько лет. То есть в состав этой смеси входят опилки, торф, в минимальных дозах удобрения, и добавляются коалины для того, чтобы все-таки этот субстрат легкий был немножко между собой скреплен. Еще одна сфера использования, кардинально отличающаяся от предыдущих, что я вам рассказала, это когда непосредственно в форме мульчирования, то, что мы можем себе в первую очередь позволить мульчирование, это тоже запатентованная такая технология, широко она пока не используется, ну, наверное, в силу других неведомых нам причин. Но очень, я считаю, хорошая технология, и в экспериментальных хозяйствах, в зеленстроях она была испытана, в некоторых российских городах. Это смешивается снова же глина, опилки торф, торф составляет порядка 25%, за счет глины скатываются на специальном устройстве шарики, и получается, когда их высыпают на почву, во-первых, оно выглядит очень естественно и натурально, и постепенно происходит разрушение древесины, целлюлозы в случае опилок, и выделяются питательные вещества, и снова же выполняют свою функцию мульчирования. И этого, таких гранул хватает на 3-4 года на определенном участке. Это то, что касается такой вот опробированной, запатентованной практики. Ну, вы тоже скажете, что не видел, и это не про нас. А вы что делаете? Мой личный опыт теперь, давайте я вам расскажу. Мой личный опыт таков, что мной не было незамечено угнетение при активном использовании опилок, когда я занимаюсь выращиванием канны. Во-первых, какие опилки я беру, мы тоже на эту тему с вами беседовали, общались, можете заглянуть, как проращиваются канны. И когда они ставятся на проращивание, то для меня чем свежие опилки, тем они лучше, тем меньше различных микроорганизмов, веществ, которые мне тут вот так вот в моем сознании представляются, они будут мешать процессу проращивания. В опилках очень хорошо проращиваются канны. Я вижу, что это растение, да, оно прорастает. Я не трачиваюсь на то, чтобы потом выкидывать в пустые горшки. Это первая история. А вторая история заключается в том, что потом эти же опилки примешиваются к основному грунту. Во-первых, экономия грунта, а во-вторых, горшок легко переносить, хоть я его и не ношу. И вот, как видите, процент опилок грунта составляет 1 к 2. Одна часть опилок и две части плодородного грунта. Для канны очень хорошо. Рыхлая почва. И если все равно проводятся подкормки, когда мы проводим подкормки, либо по листу, либо непосредственно в грунт, какие-то в зависимости от фазы роста, то очень хорошо промачивается. И вот в этой рыхлой среде хорошо чувствует себя канны, потому что они любят такую рыхлую плодородную почву. Ну и, как вы видите, они не угнетены. Опилки хорошо использовать в различных местах. Потом я вам покажу, каким слоем присыпаны нарциссы. Еще есть опыт использования их при эмульчировании лилейников, гладиолусов. И нигде я не замечала, чтобы было какое-то угнетение. Хотя да, можно услышать, что посеял огурцы, засыпала пилками в грунте. Ну снова же, а каким слоем вы засыпали свои огурцы, и все не взошло. Я думаю, это было просто совпадение. То есть такие частные случаи мы можем с вами разбирать. Давайте я с вами пройдусь по таким моментам, что для чего мы используем. Вначале я немножко пробежалась. Сейчас я уточню, что если мы сеем с вами семена, допустим, под зиму, семена бывают разные, мелкие, крупные. Значит, если семена крупные, мы их сеем немножко поглубже. Если семена помельче, чуть повыше. И для того, чтобы не происходило вымывание, для того, чтобы не образовывалось после зимы напочвенная корка, через которую через поры вся влага будет уходить и не задерживаться, пока мы там добежим сверху прорыхлить, то мы сверху присыпаем, в зависимости от размеров наших посеянных семян, даже это не обязательно с осени, такие же требования и к весенним посевам, то сверху мы присыпаем 1-2 сантиметра. Этого будет достаточно. Конечно, если на огурцы насыпать вот такой вот слой, то я сомневаюсь, что они прорастут. И можно говорить, что плохой опыт нельзя присыпать посевы. Значит, 1-2 сантиметра. Если мы присыпаем какие-то многолетники, допустим, то тут уже повышается, или луковичные снова же, вот мы сажаем их под зиму, может быть, это даже быть и чеснок, и лук, то слой уже увеличивается 3-4 сантиметра. Не надо больше. Этого будет достаточно для того, чтобы преследовались те наши цели, которые мы отводим для опилок. То есть пересыхание, коррозия, эрозия почвы, выдувание может быть где-то. То же самое мы можем эмульчировать с посадки и овощных культур. Тех же огурцов, тех же помидоров. Потому что в любом случае мы проводим подкормки. Даже если вы вот такой закоренелый скептик и начитались там чего-то другого, и на вас это подействовало, повлияло, вы поверили, то в любом случае мы производим с вами подкормки. Либо по листу, либо непосредственно под корень. И поверьте мне, что корни на глубине 20-30-40, у некоторых культур и глубже уходят корни, то они найдут свое место питания и вещества, которые мы будем добавлять, химические вещества, я имею в виду удобрения, они будут просачиваться вместе с водой в более глубокие слои. Они же не будут распределяться и лежать в сухом виде в гранулах на поверхности. Это вот то, что касается таких моментов. Если мы с вами эмульчируем дорожки, то уж на дорожку усыпьте сколько хотите. И даже если это будет хвойное, и просто смола будет оттуда вытекать, то и пусть себе лежит на дорожке, и пусть там не работают микроорганизмы. Так еще и лучше и дольше сохранится на нашей дорожке вот эта вот масса опилок. Мы будем ходить не по сорнякам, а по сухой дорожке. Если какая-то травина вылезет, то легко ей сорвать голову. Для меня в опилках есть два минуса. Первый минус, что когда я их где-то нахожу, они ко мне попадают, то их очень мало. И я их не могу посыпать там, где я хочу. А второй минус, что если бы их было много у меня, то я бы их, конечно, не использовала в таких парадных цветниках. Потому что когда приезжаешь на свой участок, то я стою в плане цветника и природы. И хочу наслаждаться природой. Лучше я лишний раз наклонюсь и прополюсь, и мне туда насыплю опилки. Но если бы стоял вопрос коммерции, то я бы поступила с своими принципами. Потому что за это платить не надо, когда поступаешься принципами. И, конечно, засыпала бы в соответствии с теми требованиями, про которые я вам рассказывала. Высота заделки. Ну вот после всего этого я вам могу сказать, что я голосую за опилки. А как вы голосуете, пишите. Ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова